Ну что, Юнити, 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 я снова вас приветствую, наконец-то отдохнул после ужасно сложного для меня стрима по Анторнет второму. Так, и мы наблюдаем за ставку. Сейчас я расскажу, что же это. Так, я понял. Ну, что ж, ребятки, не знаю, что это сейчас было, но мы возвращаемся в SCP-354, или как его там называют вообще, похер. Собственно, если кто не понимает, что это, о чем это, смотрите первую серию, она сейчас у вас находится в описании, точнее не в описании, а на экране, в углу экрана. Вот. Так, кто-то писал, впереди летающие сферы, только что я видел, одна из них убила собаку. Окей, это продолжение после первой части, когда мы выбрались с какого-то завода вот оттуда. Ну и, в общем, теперь идем дальше. Итак, этих частей на данный момент уже существует аж 4 штуки. Единственной интересной особенностью данной игры является то, что там летает какой-то сраный шар. Так, это тот самый шар, который убил, видимо, ту собаку, или того, ну, типа собаки, вот это, енотовидную собаку. Итак, если в этот шар стрельнуть, он полетит на нас. Если к нему подойти, он полетит на нас. Как его обойти? Правильно. Твою мать. Обойти его надо самым обеспеченным способом, ждать, пока он отлетит в ту сторону, и быстренько пройти. Почему я бежать не могу, я не знаю, на самом деле. Так, вот там что-то еще летает, судя по всему. Это еще один шар. Только не трогай меня, пожалуйста. Так, вроде бы отвалил. Так, ладно. Где-то здесь еще эти сраные собаки обитают, поэтому не стоит расслабляться. На самом деле, не знаю, куда идти. О, боже, еще один шар. Нихера себе. Там прям поле из шаров. Это, собственно, типа хоррор, еще одна часть SCP, только это уже второй эпизод, как бы продолжение. Наша главная цель является найти остров. Не остров, тютый. Озеро, красное озеро, которое там какое-то вместо воды в ней кровь, там что-то такое. Монстр всякий вылезает. Ну, в общем, такая интересная довольно задумка от русских разработчиков. Это круто, на самом деле. Вот. Поэтому мы пытаемся обойти эти странные шары и все-таки добраться куда подальше, е-мое. С каждым эпизодом, соответственно, что-то меняется, что-то добавляется, улучшается и так далее, и тому подобное. Все это, конечно, на Юнити. Юнити это, можно сказать, универсальная. Ни хрена себе сколько тут этих шаров. Универсальная платформа для разработки всех инди-проектов. Так, я нашел б-б-э-этот. Мухомор. Ништяк. Блин. Блин. Не трогай меня. Стой, пожалуйста. Черт возьми какой-нибудь. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, блин. Чего вас так много-то тут, а? Чувак, не трогай меня. Ух, кажется, это глюк. По идее, он должен с такого расстояния уже давно захреначить. Окей. Поле из этих шаров. Э-э-э, так. Вот что-то я хотел сказать, но, блин, забыл. Вот черт, все из головы вылетел с этими шарами. В общем, Ладно, идем куда-то идем. С каждым разом улучшается все графика в этой игре. Но, так оно, как земля, короче, пока что. Мы куда-то пришли, но куда идти дальше-то, я не знаю. В тот лес? Наверное, в пещеру, да? По-моему. А, вот, самое интересное, что я хотел сказать, это то, что если вы умираете, вы умираете с концом, и вам приходится все по-новому проходить. Сначала. Так, вот, вход в пещеру, да, тот самый вход в пещеру. Так, я сделал немножко звук потише, а то там сейчас будет немножко страшно, монстрики всякие будут бегать. Гады, твари. Так, я вижу, вон она стоит на месте. Да, она стоит на месте. Но тут, к сожалению, все это сделано так примитивненько, конечно. Ну ладно. Не будем ругаться. Вон бежит эта кошка на месте. Есть у нас пистолет, есть записки. В общем, такая интересная хреновина. Окей, продвигаемся. Мало-помалу, вон она. О, тихо, вот и наш первый монстр. Кошка с непонятными какими-то херовинами. Да, вот так она тупо умирает, конечно. Но это все, говорю, сделано. Ну что это такое? Что это? Кот какие-то, палочки. Я не знаю. Так, перезаряжаем фонарик. Я давно собирался доснять уже по этим всем SCP-шкам. Так, вот еще одна кошка. Давай, давай, давай. Вдохни, говно. Факин череп. Ух ты. Это скример, что ли? Ой, блин, он как-то лежит неестественно. Ну ладно, подойдем. Блин. Так, нет, вроде бы... Но выглядит он реально страшно. Ух. Особенно в темноте. Окей, идем дальше. Идем. Первый эпизод для меня был интересным и страшным. А этот еще не знаю. Хотя нет. Да скук у вас тут, блин. На самом деле знаю. Просто... Блин, благо она забаговала. Фух, слава богу. Так, прыгать-то мы можем здесь, да? Отлично. Хорошо, хоть она забаговала и не пошла на нас. А то у нас хп довольно быстро сносится. А они вместо анимации какой-то просто нас толкают и пытаются сожрать. Глупо. Но ладно, не буду придираться. Все это нормально. Все-таки я рад, что по SCP еще делают игры. Потому что этих объектов кучи, на самом деле. А по ним еще и если игры делают, это вообще замечательно. Да дохнет ты, твою мать. Да падла, Галима. Ты посмотри, а? Никак не дохнет. Так, ладно. Соберемся, идем дальше. Тут присутствуют какие-то страшные моменты. Я только не помню, где что. Я уже просто смотрел по этим всем эпизодам эти все летсплеи. Ну а сниму чисто для вас, так сказать, чтобы серию завершить. Просто у меня по первой части есть, а по остальным нет. Как бы нехорошо. Надо завершить. Так, тут летают два шара. Я вообще не помню, на самом деле, чем тут заканчивается все. Так, ну туда явно мы не пройдем. Это логично. Значит, направляют нас сюда. Если нас направляют сюда, значит нас тут что-то ждет. А ждет нас, я надеюсь, вам без фонарика хоть что-то видно. Потому что Ютуб, он такой Ютуб. Ух, на самом деле очень страшно. Я боюсь не монстров даже, а боюсь того, что может произойти. Какой-нибудь скример. А, во, ништяк. Мы выходим откуда-то. Или куда-то. Слушайте, а красиво. Вот этот вот момент красивый очень. А, я помню, куда мы идем, да. Вот это очень красиво. Правда, что вот это такое? Какое-то расчерченное поле, не знаю. Почему мы камеру опять ниже не можем пустить? Ох, Юнити. Так, коллизия есть. Есть коллизия, неплохая. Причем довольно-таки добротная, правда. Ну, ладно. Не буду придираться, но спрятаться на этом дереве можно, в конце концов. Ничего страшного, можно даже спрятаться. Видно, что это скайбокс такой вот расчерченный. Ну, ладно. Свечение красивое. Очень прикольное место, довольно странно, что с ним ничего не связано. Так, я помню, куда мы идем. Сейчас, по идее, где-то уже будет и конец. Ну, не сейчас, конечно, но придется постараться. Где-то будет эпичный момент, потом страшный момент. В общем, все увидите сами. Только вот по этим кочкам, если честно, я уже затрахался прыгать, потому что они... Тут нужна распрыжка, контр-страйка как раз, потому что... Потому что я вижу шар. Я вижу проклятый шар. Тут реально... Так, новая запись. Кажется, впереди очень много кошек. Они бегут сюда. Если я заберусь повыше, я пережду пока сфера, бла-бла-бла. Ага, волна кошек, но сфера их замочит. Все. Так, по идее, вот здесь мы должны спрятаться. Да. Ништяк. Так, да, действительно, бегут эти твари. Сфера работы. Нихера себе тут на спауне этих котов. У-у-у. Для первой части... Точнее... Ну, да, для первой части были монстры, если кто не помнит, в виде собак, енотов каких-то. Не знаю, собак-циклопов. Так, все, переждали, надеюсь. По идее, да. Окей, спасибо тебе, шар. Говорю, если в него стрельнуть, он просто полетит на вас и убьет. Аномалия какая-то такая. Своеобразная. Ну, прикольно. Окей, ждет нас дальше что? По-моему, нас ждет дальше скример. И вроде как все. Точно не буду загадывать, потому что я и не помню. Да, по идее, сейчас ждет скример. Так что готовьтесь. Сейчас сам боюсь обосраться, но ладно. Да-да-да, я точно помню. Сейчас потемнеет стандартный экран. Как любят делать это наши разрабы. Как в первой части, так в второй и в последующих тем более. Но эффект прикольный. На самом деле прикольный. Блядь, сука! Я еблю! Пошел нахуй! Твою мать, ребята, я... Ой, ой, что это за дерьмо летит на меня? Какие-то крестики. Твою мать, ребята, я просто чуть не обсерился. Я забыл про это. У нашего героя сердце прям стучит. А эти херни летят, а мне типа надо бежать от них что ли? Твою мать. Так, ну вы отстаньте, может, от меня, нет? Блин, я не знаю. Я забыл про этот момент материться. Ай, да хрен с ним, с матами. Я не могу просто... Опять по каким-то кочкам какие-то штуки. Может, их переждать надо? Нет, нихера, они лезут прям... Да ебись. Я ум. Ну и, короче говоря, игра вылетела, потому что я не успел нажать на кнопку продолжить, и она вроде бы написала выход, но кнопку продолжить вывела только когда я уже нажал выход. Ох и косяки, ох и косяки. Ладно. Собственно, дальше я могу не проходить, потому что, ну вы видите, да, заново все это проходить. Я думаю, это полный П. Поэтому я скажу проще. В конце вас просто ожидает потемнение экрана и конец. То есть эпизод довольно короткий, поэтому мы перейдем вскоре к следующему третьему эпизоду. Запишу уже побыстренько вы их все. Так что ждите скоро третий эпизод. Да, как-то так. Ну, все. Всем пока.